Здравствуйте, мои драгоценные! Давайте сегодня запишем расклад его его честный разговор о вас и ваших отношениях Итак свитечку мы зажгли не видно, да, что она у нас там горит ну вот она у нас там горит я ее сюда поставлю, чтобы она не мешала Итак его честный разговор о вас и ваших отношений будем смотреть на это колодик сосредоточились приготовились и давайте будем смотреть, что там у мужчины происходит Итак, поехали Тройка Жезла говорит о том, что смотрит вдаль рассматривает новые горизонты интересуется чем-то увлечен причем не только себе под ноги так знаете смотрит выходя за квадрат есть такое выражение то есть смотрит далеко но интересуется может быть какими-то международными контрактами может быть общается с кем-то в том числе и за границей так получается у него это нет это у него не получается но желание есть есть желание куда-то вот за горизонт событий, возможностей расширить свои возможности эти старания могут быть в любой в любой области в работе в обучении не знаю в отношениях ну что-то вот ему хочется но расширить горизонты не получается с чем еще занимаешься он говорит строю рощу пентакли но по семерке пентакли знаете это урожай может вырасти а может и не вырасти здесь очень-очень двоякое значение и что вырастет твой урожай ну я говорит прикладываю массу сил возможностей для этого активный товарищ потому что тут идет татус у нас Жезлов и говорит скорее всего огненном мужчине и здесь он сразу Жезлов начал то есть мужчина который не сидит на месте мужчина постоянно болтун постоянно бегает что-то делает стрекочет то есть это не тихоня такой который в углу сидит нет здесь какой-то достаточно активный мужчина у нас идет так что еще дальше у тебя происходит свечку мы все-таки подальше отодвинем здесь у него какое-то бездействие закрытие стагнация с чем она связана покажем с четверкой Жезловой это дом семья четыре угла почему почему это стагнация связана из-за чего здесь знаете скорее всего про вас идет речь построить отношения с вами он говорит чтобы общаться с этой женщиной строить с ней отношения это могут быть только серьезные отношения когда люди начинают жить вместе работать вместе над отношениями возможно вы по карте тройка пентаклей вы работали где-то вместе или как-то все-таки пересекались и он вас считает достаточно вот по этой карте достаточно успешным мастером своего дела то есть вы либо успешно на работе либо у вас есть кто-то в подчинении в общем он наслаждается тем как вы работаете он ценит понимает это и признает это самое главное он понимает что вы на своей работе действительно значимый человек не кто-то там с края вот и говорит о том что вы в холодных энергиях отвернуты от него с мечом не подходите типа секир башка тебе будет да башка с плеч поэтому он бездействует здесь бездействие по отношению к вам то есть возможно и вот этот рассмотрение горизонтов дальних это тоже может быть связано с вами может быть для кого-то здесь не для всех но для кого-то потому что разные люди смотрят расклад может быть здесь идет знакомство с иностранным партнером и здесь тогда вполне может проигрываться иностранные товарищи но какая-то невозможность у вас быть вместе давайте еще посмотрим что еще семерка и даже пятерка пятерка же пятерка пентаклива это карта бедности нищеты болезни то есть на самом деле человек хотел бы здесь вырастить свои пентакли он пытается он трудится он бегает я говорю но ничего у него не происходит не получается почему потому что какое-то подвешенное состояние по пентаклим идет из-за чего это подвешенное состояние произошло женщина пентакливая женщина ну-ка еще ой ой приехали назвать так здесь карта рассказывает о том что у него есть женщина с которой он в отношениях ну не будем указывать жената они там официальными печатями или нет просто женщина у него есть она его ужасно ревнует и она его пожриться обращалась обращалась чтобы он свои удовольствия никуда не бегал не удовлетворял чтобы отказался своих чувств желаний здесь карта девятка кубковая говорит о том что человек хочет ну для себя лично эгоистично для себя человек исполняется его желание исполняется его мечты он удовлетворяет свои какие-то потребности получает это удовольствие вот здесь вот нам рассказывает карта про то что женщина его женщина с которой он сожительствует она его подвесила он не через обращение к верховной жрице через обращение через магию она его подвесила сказала никаких удовольствий никакого общения ни с какими русалками говорит все отказываешься несешь свой крест несешь свою нож утрудишься как-то она его так жестко трудишься а почему она так поступила давайте все-таки у карты спросим потому что сердце разбилось у нее сердце болит сердце тренажа три мяча говорящие как раз о том что это треугольник она почувствовала что мужчина увлечен другой женщиной да она говорит потому что у нас семья потому что у нас есть ребенок я хочу чтобы как раньше как раньше мы были счастливы я хочу дальше продолжить с этим мужчиной жить рожать от него детей и чтобы у нас было счастье в семье а он хочет с тобой счастья он борется с ней борется сражается молодец Даниэль что там так дальше продолжим он двигается медленно то есть у них там буквально скандалы склоки медленное его продвижение в построении отношений медленное продвижение в построении финансов вот у них из-за этого он постоянно срывается скандалит вплоть до разрубания отношений но она пытается их восстановить отношения вот собственно она сама выходит такая же активная огненная вот ты кстати может и сама колдуешь она говорит да я его ввожу в луну потому что я люблю этого мужчину каким образом чтобы ситуация с чем у тебя там завершилась ну я поняла уже по картам сейчас я зрительницам расскажу она манипулирует у них есть ребенок она им манипулирует в общем она ему подливает там что-то какие-то опойки делает но она обращалась к верховной жрице не сама она потому что постоянно нужно обновлять колдовство понимаете оно же тоже имеет срок годности денег у них нет я еще не рассказала колдовство всегда влияет каким образом в общем у них на самом деле все достаточно плохо в семье колдовство каким образом влияет у вас вы обращаетесь вы получаете то что хотели сейчас поспорю кстати получила она то что хотела сработала именно это она получила вот в общем получаете то что хотите а взамен вы тоже что-то отдаете вам кажется вы ничего не отдали вы заплатили там откупились деньгами или там приносят сахарок еще что-то нет дорогие мои с вас берут взамен это же по дьяволу идет это все магия это все от черта это не от бога поэтому с вас берут удачу деньги финансы здесь вот идет полный шквал по деньгам она требует с мужика финансы хотя сама околдует чтобы он никуда не ходил сама на него делает эту магию естественно маг с них забирает благополучие семьи так что ты тут получила получила чтобы вот она что хотела чтобы он встречался и любил только ее был только с ней работал трудился за дня в день она была его любимой женщиной единственной любовницей в его жизни а на деле карта обмана карта первой победы когда человек выиграл бой и абсолютно не рад своей победе то есть абсолютно недоволен этой победы с работой карта ограничения а с любовью а с любовью еще больше обман семерка меча самая плохая карта в колоде это ложь обман предательство подстава коварсы нет этого нет его визуально он как робот ходит туда но там у них дома скандалы как мы видим выяснение отношений она требует с него активных действий требует сексуальности требует влечения к себе требует денег в общем все это требует он бесится психует у него мало что получается и как мы видели вот здесь вот карта бедности вообще ничего не получается и постоянно ссора ругань скандал здесь даже мужчина может выпивать вполне по этим картам может быть так давайте-ка это соберемся и продолжим просмотр все карты участвовали в колоде да так теперь давайте посмотрим что ты чувствуешь к загаданной женщине которая смотрит этот расклад двойка кубков любовь свидания встречи счастье романтика еще что ну вот рыцарь кубковый говорит сам за себя движение желание двигаться именно к этой женщине желание быть в любовных отношениях именно с этой женщиной желание дарить свои чувства энергии именно этой женщине вот дальше нам тоже показывает что ух ты подождите ка чёрту показывает здесь он показывает вас императрица себя пентакливым королем возможно у вас есть какая-то разница в возрасте в сторону его он младше вы старше и здесь показано уход уход закрытия то есть вы расстались уход из отношений закрытия охрана границ своих то что ну как он вас высоко ценит прям императрица ценит это стихия всех четырех королев в одной это говорит о том а он здесь у нас с пентаклем говорит о том что он бы хотел чтобы такая женщина как вы рядом с ним была чтобы именно такая женщина как вы была женой матерью его императрицей его империи что еще вам скажешь она говорит ну любовь не получилось я уехал к новым берегам оставил эту шикарную прекрасную женщину вы здесь еще выходите достаточно обеспеченной женщиной по девятке пентакли какая-то ресурсная наполненная то есть у вас нельзя сказать что вы как этот ободранный котенок да мама там как там тетя-тетя кошка выгляни в окошко да нет вы наоборот очень-очень наполненная насыщенная женщина у вас по все везде есть в достатке в хорошем достатке он говорит а я из желания стать ее мужем будем так говорить превратился в отшельника хожу со своим фонарем свечу в темноте и пытаюсь понять куда мне дальше двигаться что мне делать ну да здесь говорит я сделал выбор не в сторону этой женщины все свои мечты все свои желания все свои фантазии я похоронил своим уходом из этих отношений и отправился ускорился говорит к новым берегам ну как мы тут увидели помчался на всей скорости закончил завершил эти отношения что ты нам еще хочешь сказать давай он говорит о том что ну каюсь я каюсь говорит что сделать мне пришлось вернуться назад потому что у меня там ребенок и эта ситуация стала ясна и он кстати тут говорит о том что он вам как-то намекал может быть какую-то фотографию вам демонстрировал как-то он вам он говорит я прояснял эту ситуацию она должна знать что у меня есть ребенок то есть каким-то образом не прямым текстом но каким-то образом он говорил о том что у него есть ребенок еще у него есть там кот в семье он говорит я ушел туда вернулся туда стал вот таким вот прошлым мечевым мужиком для тебя ты мечевая королева прошлая женщина а я прошлый мужчина все у нас с тобой завершилось по карте мир вот именно эта ситуация вся завершилась и если ситуация возродится вдруг когда-нибудь то она уже будет совершенно другая это будет совсем другая история и вы будете все оба другие по отношению друг к другу он говорит я переживал эту ситуацию но я чувствовал себя все-таки мужиком способным принять решение способным завершить этот этап способным взять под контроль все и долгое время я ничего не делаю бездействую относительно тебя ты остаешься моей музой моей мечтой моими фантазиями часто вспоминаешь это женщина да я вспоминаю о своем выборе куда я ушел о чем я отказался о том моменте когда мы были да вот карта воспоминаний о своем выборе о своих о тех возможностях которые я не взяла те возможности которые были рядом о работе или опять он здесь про карту мастера говорит либо вы какой-то мастер волшебный либо я говорю он он чем-то знает чем вы увлекаетесь чем вы занимаетесь и он это очень ценит очень уважает здесь он говорит о том что ну и выбор был сделан выбор был сделан и он ушел здесь он рассказывает тоже про то что здесь по магии какой-то по луне любовь закончилась да любовь обрезалась осталась позади осталась где-то возможность только где-то что-то узнавать читать подглядывать я не знаю может быть о вас какие-нибудь статьи пишут где-нибудь каких-нибудь журналов может быть он и сам может где-то видеть читать может быть вы какой-то влог ведете рассказываете где-то что-то но это не прямое не прямое он говорит о том что вы закрылись и забаррикадировались возможно вы его в блок поставили потому что он говорит она прям охраняет свои границы и абсолютно бездействует относительно меня меня вот такого вот мужчины с кубком а мне говорит очень тяжело жить без ее любви без ее чувств без эмоций для меня эта ситуация говорит смерти подобна я постоянно думаю о судьбоносности наших событий о возможности перерождения и когда ты думаешь о возможности перерождения что ты думаешь что мы очень разные друг для друга мы из разных миров из разных атмосфер я очень набоженный мужчина я действую так как положено по вере по богу я не пойду против божественного закона она оставила глубокий след в моей душе она таким учителем проводником в моей жизни стала и я пересмотрела то что у меня было и то что у меня сейчас есть и понимаю что именно с такой женщиной вот именно с такому складом характера женщины я бы и должен быть брак должна быть семья должно быть взаимоотношения но но это все 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 вот это я говорю об этом думаю и думаю о том что все вот это вот все вот эти фантазии о том что именно вот эта женщина достойна он вам завидует в том плане что он видит в вас вот эту вот женщину способную быть прекрасной женой прекрасной матерью вот женщиной способной иметь замечательную семью вот вот это все возможности я сам собственноручно разрушил да молниеносно погубил все эти чувства оставил ее страдать и она охладела закрылась отвернулась от меня опять из разных мест достаем опять то что сам духает ну он здесь говорит о том что треугольник имел место быть он говорит о том что треугольник не мог так дальше продолжаться все должно было как-то разрешаться поэтому вот таким образом ситуация разрешила треугольник закончился я по-новому отправился в новый путь взращивать свои пентакли так по-справедливости положено говорит да свой шанс к этой жизни я не взял и разбил сердце из-за женщины из-за ее жадности из-за того что я должен там содержать помогать обеспечивать воспитывать все пути дорожки теперь закрыты для меня я страдаю очень часто страдаю особенно на фазы луны полнолуния новолуния это у меня безумное страдание идут переживания я не могу заснуть потому что мечта о счастливой жизни с этой женщиной она разбилась в пух и в прах она умерла умерла это возможность говорит а я должен нести эту тяжелую ношу на себе я болею пребываю в состоянии беспокойства как слепой котенок не знаю куда двигаться я пытаюсь что-то собрать в кучу пытаюсь заработать но у меня ничего не выходит он чувствует что вот прям какая-то вот какой-то злой урок какой-то вот как я говорю черт дьявол магия какая-то присутствует в том что он сколько бы он не трудился он никак не может удовлетворить свои потребности он чувствует что как будто кто-то отбирает эту энергию понимаете отбирает кто-то эту удачу да говорит все разрушается все рушится молниеносно разносится здесь обычно рассказывает о том что накрывает его волна чувств страсти любви чувствует свою привязанность к женщине с которой он сейчас не стоит в отношениях с которой он расстался и верит что когда-нибудь колесо судьбы сделает свой новый оборот и эта прекрасная женщина выйдет из закрытого состояния войдет в его жизнь наполнит его солнцем и тут же сам понимает что никакого солнца не будет все это ложь обман потому что он выиграл бой он предал женщину которую любит он обманул ее он оставил ее без чувств оставил ее страдать оставил ее в таком закрытом состоянии своим обманом предательством тем что ушел от женщины бросил ее он считал что это будет такая победа ход конем он уйдет остынет чувства запройдут закончится а чувства не закончились он страдает мучается переживает и эта победа нифига не приносит ему никаких ощущений победителя он наоборот чувствует что он что-то накосячил очень сильно а исправить уже нет возможности не позволяет гордость не позволяет положение как мы видели он совсем у нас тут не свободный товарищ не позволяет еще что-то и сидит мысли есть думы есть переживаний много но все держит в себе из-за этого очень злой агрессивный срывается на родственников срывается на родных и близких в семье вот там где он живет в их отношениях там все плохо на самом деле женщина не готова его там отпускать она готова магичить маньячить не на что делать лишь бы он был рядом она считает его своим абсолютно у нее большие планы на него но она не понимает что с каждым примагичиванием его она сливает все больше и больше удачи любви в котел к дьяволу и не будет ни удачи ни любви вот как понять есть это вот дьявольщина на вас или нет очень просто все начинает ломаться рушится как будто идет черная полоса нескончаемая и мужчина вот чувствует что он провалился в эту черную пропасть и никак не может оттуда выбраться возможно менял работу я там видела потому что было похоже на то что он уже поменял работу он уже пытался заняться каким-то даже типа своим бизнесом в партнерстве там с кем-то и ничего не получается не получается он несет убытки постоянно что-то все сваливается он пытается много трудиться он бегает он активный мы видели по тузу жезлов очень активный энергичный но все все это сказывается на всех сферах и на сексуальности и на денежной в первую очередь на денежной сфере сказывается нет денег нет здоровья нет возможностей а как дьявол именно так берет оплату все дорогие мои друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал всего доброго вам до новых встреч пока-пока пока-пока пока-пока